Добрый день! В эфире программа «Общественное мнение». Осталось чуть больше недели, и мы узнаем, кто же станет достоянием губернии. Первый региональный конкурс компании, организованный нашей телерадиокомпанией совместно с Общественной палатой Самарской области и при поддержке регионального правительства подходит к концу. Кто принял в нем участие, кто и как определял финалистов, мы узнаем у нашего гостя, заместителя председателя Общественной палаты Самарской области Павла Александровича Покровского. Здравствуйте, Павел Александрович! Совсем немного времени осталось до определения финалистов, до того, как мы узнаем победителей, и сейчас самое время поговорить о том, что же все-таки осталось за кадром, а именно, как зародилась идея организовать конкурс компаний. Идея, на самом деле, созрела давно. Эта идея была, хочется сразу отметить, совместной работой. Это были органы исполнительной власти, правительство Самарской области, Общественная палата, как сообщество наших общественных организаций, союз работодателей, тех людей, которые определяют, собственно говоря, лидера общественного мнения, которые являются членами Общественной палаты. И спасибо вашей телерадиокомпании. Мы первый раз в этом году вышли на этот конкурс. Я говорил уже об этом. Ещё раз хочу подчеркнуть, что однозначно считаю, что данный конкурс должен стать уже и визитной карточкой нашего региона, и вполне возможно, что мы можем поделиться и нашими соседями по Приворскому федеральному округу. Та заинтересованность, которую проявили предприятия, к которым мы обратились, и которые стали номинантами нашего конкурса, говорит о том, что наша идея, и идея сама, содержательная часть конкурса, что она действительно вызвала хороший, большой, широкий эмоциональный отклик у нашего предпринимательского сообщества. Насколько актуален конкурс «Достояние губернии» здесь и сейчас, в Самарской области сегодня? Именно сегодня он актуален. Потому что если мы сегодня имеем возможность наших лидеров общественного мнения, предпринимательского сообщества, наши бренды региона продвинуть, то, собственно говоря, в рамках проведения матча чемпионата мира мы сможем этим предприятиям оказать неоценимую услугу в том, что их будут продукцию брать, что на них будут обращать особое внимание. Поэтому, мне кажется, накануне такого широкого, пристального внимания со стороны, собственно, всего мирового сообщества, если мы в губернии сможем проявить наши бренды, наших лидеров, в каждой из номинаций, я их хочу напомнить, 10 у нас, то это очень большой плюс, большое плечо товарищеской стороны правительства, со стороны губернии этим предпринимательским сообществом. – Десять номинаций вы уже сказали, и бренд региона – одна из них. Она заслуживает достаточно пристального внимания, в том числе и еще одна – номинация «Экология». – Да, конечно. Мне хочется отметить, что всего у нас более 150 всего подало заявок на в целом, так сказать, проведение конкурса. А эти две номинации, ну вот если их не совсем друг за другом расположить, но у нас первая номинация по активности, по количественному составу – это именно бренд региона. У нас там по 30 предприятий, которые сочли возможным себя номинировать на это звание. Мы полностью со всеми согласны. Разные профили, разные, собственно говоря, условия и их могучесть этих предприятий. Но то, что у нас принимают на равных, с одной стороны, представители предпринимательского сообщества, например, Сызрани и Клявлинского района, и с другой стороны, это там мощнейшие производители пищевой продукции. Это говорит о том, что у нас действительно демократия, и мы посмотрим, кто победит. И самое главное, что мы опять сможем поддержать. Год экологии. Естественно, этот год объявлен Владимир Владимирович Пучином годом экологии, поэтому мы в обязательном порядке здесь акцент на этом поставим. На нас смотрит, собственно говоря, и общественная палата России, и все сообщества, потому что экология – это та проблема, которая становится только актуальней, а не снижает свою актуальность. Кто мог принять участие в конкурсе «Достояние губернии»? Достаточно был простой подход. Это самое главное, чтобы не менее трех лет люди реализовали свои возможности, чтобы это была прозрачная кампания. Ни в коем случае, чтобы не было никаких судебных тяжб, чтобы не было ни стадии банкротства. То есть это действующая, сильная команда, в которой работает, по возможности, большое количество человек и которые являются, ну, не обязательно градообразующим, но чтобы это было социально организующее предприятие. Социально ответственное. Социально ответственное в обязательном порядке. Это тоже одним из пунктов рассматривались. Ну и, конечно, мы сразу говорили, что мы как эксперты от общественной палаты, от представителей органов исполнительной власти, что мы будем, конечно, опираться, но все-таки в первую очередь, на еще свое личное понимание того, я вот знаю эту кампанию или все-таки о ней не слышал. Ну, по крайней мере, я для себя так сформулировал. Так вот мы уже подошли к такому вопросу, кто же определяет победителей? Экспертный совет, кто в него входит? В него вошли председатели профильных комиссий общественной палаты Самарской области. Это люди, которые действительно обладают такой незапятной репутацией, для которых профессионализм – это превыше всего. Вот. У нас в общественной палате именно вот по такому признаку состав и набирается. И были представители министерств, ведомств, правительства Самарской области, которые тоже, по сути дела, профильные. То есть, если мы говорим о том, что у нас номинация «Промышленность», если мы говорим о том, что это номинация «ЖКХ строительства», очевидно, что здесь мнение экспертного сообщества и мнение профессионального сообщества, они, конечно, важны как никогда. Я знаю, что в октябре в общественной палате Самарской области прошло первое заседание экспертного совета, где за круглым столом собрались члены экспертного совета, и представители министерства, и общественники, и представители нашей телерадиокомпании. И знаю, что было обсуждение достаточно жарким. Да, но я прямо хочу сказать, что общественная палата никогда не была органом ведомым, она всегда высказывала свою активную позицию. Поэтому у нас там действительно были споры по некоторым номинациям. Мне хочется и по некоторым номинантам, точнее сказать. И мне хочется сказать, что здесь в споре, в общем-то, может быть, именно тогда родилась истина по подходу, что все-таки нужно еще обращать внимание на узнаваемость компании. Потому что, да, показатели большие, но при этом мы эту компанию не знаем. И, соответственно, мы как общественники четко сказали, что если мы не видим эту компанию в реализации каких-то общественно значимых проектов, мы когда не видим, сколько работников там на предприятии представлено, как вообще социальная политика ведется, мы задали вопрос. И у нас, несмотря на рекомендации наших профильных ведомств, мы все равно отставили свою позицию, что мы будем на первое место все-таки для граждан значимость ставить на первое место при оценке. Мы как общественники. А эксперты и представители профессионального сообщества шли по своему пути. Было жарко. Как определяли в итоге победителей? В несколько этапов? Да. Мы первоначально, ну, хочу сразу отметить, что это первый конкурс, поэтому мы первоначально думали, что мы справимся в один этап. Этого не получилось. И вот здесь были жаркие споры, но хорошо, что это было все-таки в прохладное время дня, и поэтому мы были достаточно такие спокойные. Вот. Да, пришли к тому, что это было два этапа. Первый мы отобрали в каждой номинации по три номинанта. И потом мы уже в системе автономного голосования, ушли на анонимность. Вот. И я ни за кого не буду говорить, потому что я не знаю, как сейчас сложилась вот сама раскладка по первым местам, потому что в каждой номинации будет по одному награждаемому. Вот. Но для себя я свои позиции определил, и у меня есть мои приоритеты. Вот. Я не буду никому их высказывать, но при этом буду очень счастлив, если на процедуре награждения победителей мое мнение, я увижу, что оно совпадет с мнением в целом сообщества. Но я в этом почему-то уверен, потому что мы в одной лодке сидим, и мы знаем наших лучших грибцов. Павел Александрович, для вас какая номинация ближе всего была? И вот из десяти? Мне хочется сказать, что для меня была номинация от образования и наука. Вот. Причем я тоже хочу сказать несколько такую вещь, может быть, неожиданную. Я как выпускник Политехнического института, вот. Я понимаю, насколько мы сошлись, так сказать, огонь и пламень вот в этой номинации, и среди номинантов, которые попали в тройку лидеров, это был наш, ну, объединенный университет и наш Политехнический институт. И поэтому здесь для меня, конечно, есть трепет определенный. Вот. Кто же победит? Ну, поэтому мне приятно наблюдать. Посмотрим. Спасибо, Павел Александрович, что пришли и ответили на наши вопросы. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Кто станет достоянием губернии, мы узнаем совсем скоро, а именно 1 ноября. На сцене Академического театра оперы и балета объявят победителей. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на нашем телеканале. А мне остается лишь напомнить нашим телезрителям, что все выпуски программы «Общественное мнение» можно посмотреть на нашем сайте губерния.тв.ру. Всего вам доброго.